Съела его. Короче, ехала. Вот сейчас я ехала на маршрутке, я встала, мне так плохо. Меня тошнит, у меня болит живот, у меня вообще такое состояние странное. Зашла в аптеку. Короче, чуть не сломала дверь в аптеке только что. Это раз. Потом чуть не сломала полку, на которую сумки ставят. У меня просто фармацевт в шоке был. Ой, всем приветик. Ну, Московская область, не знаю, что-то как. Не очень сломала. Может быть, просто фильтр так отсвечивает. В общем, это вообще какой-то капец. Одна беда, одна беда. Всем здравствуйте, всем привет. Кстати говоря, я очень сильно довольна. Сегодня хотела снять сториз по этому поводу, но как-то решила пока не снимать. Попозже немножко еще попользуюсь, но хочу сказать по поводу сыворотки. Забыла, как она называется. Сыворотка, которую я вам выкладывала в сториз. Я борюсь с акне с 16 лет. У меня начали с акне, когда я приехала в 16 лет, сейчас на 21. Это получается уже 4-5 лет. 5 лет у меня высыпания. Я купила эту сыворотку, у меня все прошло. У меня вообще ничего нет. Вообще ничего. То есть это вообще какой-то прикол. Я не знаю, блин, это чудо. Это офигеть какое чудо. У меня просто от одной маленькой сыворотки все прошло. Я, конечно, очень счастлива. Я не хочу слазить. Господи, пожалуйста, не надо. Не возвращай мне это все. Но у меня остались одни шрамики. Я сейчас записалась к косметологу, чтобы там тоже кое-что хочу сделать. Чуть подправить. Вот. Я надеюсь, все как бы останется так же хорошо. Но я, конечно, очень счастлива позже напишу отзыв. Просто я хочу еще чуть-чуть попользоваться примерно недельки-две. И потом расскажу вам. Ой, сейчас, секунду. Что-то тяжело. Мне сегодня сказали, что мне не идут эти очки. И причёска мне сказали, что у меня старик эта причёска. Но она уже, конечно, расстрепалась. Расстрепалась. И очки мне эти сказали не идут. Не знаю, мне кажется, идут. Всем привет, всем привет. Сыворотка? Блин, я вам даже сейчас покажу, ребят. Оно у меня с собой. Сейчас. Кто-то мне написал, что за сыворотку. У нас разница с Андреем не 20 лет, а 18. 18 лет. Мне 21, ему 39. Всем привет. Муж поехал по делам. Вот. Смотрите, вот эта сыворотка. Я за этой сывороткой, я следила за ней очень долго. Я эту сыворотку выслеживала, следила за её эффектами, за результатами, за отзывами. Вообще, там я за одним блогером смотрю, за девчонкой. Она модель. И, короче, у неё акне всю жизнь. И она вот всё время мажет этой сывороткой и говорила, что это суперкрутая сыворотка, суперклассная сыворотка. А я всё время думала, что это всё реклама типа того. Ну, потому что, как бы, ну, думаю, фиг его знает. Ну, короче, думала, что это реклама. В общем, решилась заказать сама. Заказала эту сыворотку. Ну, и что вы думаете? У меня реально, блин, пять лет было акне, и всё прошло. Всё прошло, офигеть. В старом Исколе были, да. Ездили, ну, давно. Были несколько раз. Пару раз были, но... Это было очень давно. Свадьба у нас была... 6 декабря. Позапрошлого года. Да. 2017-го. Да, 2017-го года. Домодедово мы пока что просто снимаем квартиру. Может, кто-то знает. Это санатория Подмосковья. Это если проезжать Домодедово чуть-чуть дальше. Это не совсем Домодедово. Это подальше Домодедово. Сыворотка называется сейчас. Блин, я всё вспоминаю, не могу вспомнить. Чуть затупила. Лифи. Лифейм, вот. Не знаю, не видно вам, по-моему, она отсвечивает. Я оставлю ссылку потом. Я сохраню описать. Вот, я напишу. Ещё помимо этой сыворотки я заказала маску от Постакне, потому что у меня, конечно, ну, представьте, 5 лет высыпания, сколько осталось шрамиков. Ну, конечно, придётся от этого тоже убавляться. Ну, конечно же, в первую очередь мне нравится самодостаточность. То, что он относится ко мне хорошо. Я могу позволить себе заниматься своими любимыми делами. Также, то есть, я могу позволить себе работать именно в том плане, в той сфере, в которой мне нравится, в которой мне хочется. То есть, я, как уже поняли, да, я уже многим это говорила. Я очень хочу работать нутрициологом. Очень хочу. Хотела учиться в одной школе, но сейчас передумала мне учиться. Буду другую искать. Ну, потому что долго ждать. Я хочу уже быстрее всем этим заниматься. Мне нравится, что он добрый. Что он заботится обо мне, о моей семье. Ну, как бы, семья этого не принимает, не воспринимает, да, как я уже писала. Все, я думаю, видели пост. Вот. Заботится о моей маме. Любит меня. То есть, в нем вообще нет плохих качеств. Не знаю, все в нем положительное. Все в нем очень положительное. Вопрос такой, вместо Африкантова я тебя в жены взял? Нет, Африкантову. Очень зараный вопрос. Иногда просто поражаюсь, на самом деле, некоторым вопросом. Зачем его задавать, если вы просто тупо знаете на него ответ? Ой, сзади меня бежит такая собачка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая. Ну, видите, он очень красивый. Ну, видите, он очень красивый. Ну, вообще милый. Ну, ничего. Ему позволительно. Ну, видите, какая собачка. Обожаю собаку. У меня, кстати, подруга приобрела сегодня собачку, мопса, булочку. Ой, такой он милый. Теперь срочно захотелось к ней ехать искать собаку, знакомиться. Вот, мне тут пишут, что Андрей вроде как орёт много всегда. Да нет, ребят, я не знаю. Но вас, что ли, он орал? У меня не орёт. Ну, как бы, то есть, я не знаю, вот кто вот из наших подписчиков в отношениях. Кто в отношениях? Кто женат, замужем, там, у кого есть муж, жена, там, невеста, парень, девушка. Вы что, никогда не ссоритесь? У кого есть вторая половинка? Вы никогда не ссоритесь, не возникает никаких проблем. Ну, значит, вы какие-то странные, какие-то не такие. Я не знаю, что с вами, да что-то не так. Как бы, у всех бывает разногласия, у всех бывают проблемы. Мы, во-первых, очень быстро решаем. Во-вторых, у нас никогда не доходят до каких-то жёстких истейек, до каких-то драк, там, каких-то там, всё, мы разводимся, всё, расстаёмся. Да, мы там какое-то недопонимание, что-то бывает, мы там поссорились, но у нас долго и не длится, то есть мы через час помирились максимум, вот. Все бывает у всех, да, вот все правильно, и как бы нужно просто подходить с умом, нужно понимать, что это жизнь, мы все разные люди, нужно искать друг другу подход. Мы детей хотим как бы вообще-то двое, двое детей, это минимум я как бы хочу, но может быть там пойдет дальше и трое будет, может и четверо, может и пять. Ну нет, конечно, много, вообще-то я раньше хотела трое, но сейчас как-то я подумала, наверное, двое, ну а кто знает, может быть, да, у меня вообще предосположенность к двойне. Когда я походила к врачу, мне врач говорила, что у меня очень много раз созревали два фолликула, то есть почти постоянно, и у меня очень огромный шанс к двойне, может быть. Я просто честно не могу себе представить, я такая худенькая, да, и что у меня будет двойник, и какой у меня живот будет, это просто капец. Да, Андрей меня полностью обеспечивает, но я не сдержанка. Я как бы не то, что, да, просто сижу там целыми днями, ничего не делаю, просто вот у многих складывается впечатление, что я абсолютно ничем не занимаюсь, что сплю целыми днями до обеда. Нет, я встаю рано, я люблю очень рано вставать, я очень люблю читать, я очень, ну, как бы, хозяйственная, не только еще, когда я хвалюсь. Вот, я люблю ходить, заниматься спортом, все дела. Я также очень хочу работать, но я развиваю блог, и я хочу работать в том направлении, что помогает людям быть красивыми, здоровыми. То есть, я считаю, это самое основное, ну, вот, да, вот что начинается. Начинается все снутри, с человека. Также я хочу дальше подключить к этому, у меня очень много планов, поэтому я хочу сразу открывать все карты. В общем, не хочу просто помогать людям, я хочу, чтобы это стало моей работой и здоровыми. Спасибо большое всем за приятные слова. Спасибо, спасибо. Чувствую, вспоминаю, об африкантовой. Да, мы каждый день перед сном с ними говорим об африкантовой. Каждый день прям. На передаче на самом деле, что это было? Как уже устали мы отвечать на этот вопрос. А вы как думаете сами? Да, мы с Колей, да, было. Спасибо большое всем, всем, всем спасибо. Очень приятно. На самом деле, я сейчас какая-то немного, у меня что-то, какой-то рассеянность тут. Может, потому что я устала. Я еще немного поспала днем. Может, из-за этого. Немного туплю. Мне кажется, даже не немного. Просто конкретно туплю. Вот. Как мы познакомились? Боже мой, не знаю. Наверное, просто стоит историю, прям закрепы поставить, как мы познакомились, чтобы все читали. Я работала в благотворительном фонде помощь малоимущим многодетным семьям. И там мы и познакомились. В этом фонде. Я очень красивая. Спасибо большое. Мне 21 код. Вот задает такой вопрос. Вика, у вас любовь или удобство? Да? Я такая, что я чудаю, у меня удобство. Даже если бы было удобство, я бы ответила, что это любовь. Ну, это же логично, да? То есть, как бы, я не думаю, что кто-то бы сказал, да, у меня удобство. Ну, это какие-то вообще конченые курицы бы так ответили. У меня, конечно же, любовь. Это действительно искренне. Я очень люблю Андрея. На самом деле, я вообще никогда не любила, я так понимаю. Вот в Андрея влюбилась по-настоящему. Потому что хорошие отношения, взаимопонимание. То есть, мы абсолютно похожи. У нас абсолютно схожий взгляд на мир. Мы думаем одинаково. Мы чувствуем почти одинаково. Там у нас совсем есть парочку не схожих моментов. А так мы как одно целое. То есть, такое ощущение, как будто я знала его всю жизнь. Так, на тупые вопросы не отвечаю. Что читаю? Я люблю читать психологию, философию. Я не читаю романы, такие дела. Мне нравится очень Наполеон Хилл. Мне нравится очень Джин Рон. Мне нравятся очень книги университета жизни. Вот, если напишите университет жизни. Университет жизни пишет Сантея Аделаджи. Это пастырь. Он проповедует в Киеве. Он верующий человек. И он очень классные книги пишет. Вот как раз для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Вот мне очень нравится. Джин Рон книга. Мне нравится. Витамин для ума. Очень крутая. Наполеон Хилл мне нравится. Думай, процветай. Думай, богатей. Недавно читала книгу, которую мне посоветовал психолог Сьюзен Фодвард. Это книга «Токсичные родители». Вот. Ну, это для тех, у кого... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...